Добрый вечер, меня зовут Максим Применко, вы смотрите программу «Подробный разговор». Сегодня у нас в гостях Ярослав Сартаков, программный директор фестиваля «Урал Терра Джаз». Ярослав, здравствуйте. Здравствуйте, Максим. 3 августа пройдет фестиваль, уже седьмой фестиваль «Урал Терра Джаз». Это джаз, это действительно и классика, и современные стили, насколько я знаю. Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем привлекателен седьмой фестиваль для зрителей и гостей. Ну да, действительно, седьмой фестиваль, уже седьмой раз мы проводим «Урал Терра Джаз». И в этом году у нас избрана некая идея, скажем так, даже не побоюсь этого слова, идеология фестиваля. Это танцуют все. То есть вся программа фестиваля, все восемь выступлений различных коллективов, они будут пронизаны танцевальной музыкой. Это будет джаз с привкусом аргентинского танго, это будет цыганский джаз, это будет джаз на балалайке, это будет смесь рок-н-ролла и джаза, это будет фанк. В общем, все, что заставляет людей двигаться, пританцовывать и радостно хлопать, будет на нашей сцене. Фестиваль проходит на площадке в городе Камышлов. Вообще с чем связан выбор данной площадки? Это связано с тем, что руководство города уже теперь в далеком 2013 году решило, что необходимо каким-то образом превратить день города Камышлова в событие культурное, в объект культурного туризма, сделать так, чтобы на этот праздник городской приезжали, участвовали в нем не только горожане, но и приезжали туристы, приезжали люди с близлежащих крупных городов, превратить город Камышлов в субъект культурного туризма. Ну, и давайте отметим сразу, что вообще впервые РЖД запускает железнодорожное сообщение. Да, для нас это просто королевский подарок, я не побоюсь этого слова. Специально для гостей, для участников фестиваля запускаются специальные электропоезда, комфортные поезда из четырех вагонов каждый, которые утром приезжают в Камышлов, минуя все остановки, остановляясь буквально на Первомайской и Шарташе, и вечером точно так же без остановок от Камышлова до Екатеринбурга. Отлично. А есть какое-то понимание по ценообразованию? Билет стоит в одну сторону 168 рублей. 168 рублей. Да. Действуют все скидки Эльгот, как нам сказали. С днем все понятно. Давайте уточним по времени, во сколько происходит начало, и что в программе уже заявлено, и 100% мы ждем. Ну, сам фестиваль джазовый фестиваль начинается в 2 часа дня, начинается программа фестиваля и заканчивается в 10 часов, одновременно с салютом традиционным. Ну, как всегда, программу формируют и участвуют, не самым непосредственным образом арт-директор фестиваля. Это народный артист России Данил Крамер, который стоял у истока в фестивале, и бессменный руководитель фестиваля на протяжении всех этих лет. В этом году у нас приглашены такие очень интересные исполнители, как латвийская фанк-дива Эвелена Протектори, которая вместе с маэстро Крамером будет исполнять наиболее интересные джазовые хиты. Нами приглашен король российского рок-н-ролла Денис Можуков, и Денис Можуков вместе с Данилом Крамером заканчивают фестиваль программой «Джазн-ролл». Это соревнование двух энергетик джаза в исполнении Данила Крамера и рок-н-ролла в исполнении Дениса Можукова. Хочу отметить также, что в рамках нашего фестиваля выступает единственный, может быть, российский джазовый балалайшник, наш земляк Юрий Шутов и его группа «Русская банжа». Программа очень интересная, в рамках программы несложно было бы пересказать всех-всех-всех исполнителей, но вся эта информация есть на нашем сайте уралтераджаз.ру. Уралтераджаз.ру – это сайт? Все, что касается фестиваля, программы, исполнители, время, как доехать, все там. Пожалуйста, смотрите, обращайтесь, все сделано для вашего удобства. По фестивалю еще хотелось бы уточнить. Грандиозный общегородской праздник «Земляничный джем». Да. То есть, давайте поговорим, это составляющая фестиваля? Это рожденный проект, который вдруг получился благодаря фестивалю? Что это такое? Или это общегородской просто праздничный джем? Первый раз, когда маэстро Крамер приехал еще в 2013 году в Камышлов, он отведал легендарного камышловского земляничного варенья. Камышлов – это, если кто не знает, это место, где растет особо вкусная земляника. Да, особенно в лесах. И это вообще такая традиция камышловская – варить вкуснейшее варенье. Я сам родом из Камышлова, я очень хорошо помню с детства. И возникла идея, почему бы нам не соединить слово «джем» и не привязать его к землянике. «Джем», как мы знаем, это не только варенье, да? Но и «джем» – это еще и джазовое словечко «джем», когда музыканты совместно после концерта выходят на сцену и немножко развлекаются, оттягиваются, получают удовольствие от совместной игры. Так родилось вот это словосочетание «земляничный джем», которое шаг за шагом трансформировалось в параллельный фестиваль, общегородской праздник, когда проходит шествие людей, которые наряжаются в землянику, когда автомобили в городе красного цвета натягивают на себя зеленые ленты, и такие вот большие земляничные ездят. То есть это действительно праздник, в котором участвуют, ну, наверное, полгорода точно. Нужно приехать хотя бы еще и для того, чтобы ощутить вот эту земляничную фестивальную атмосферу, которая происходит до и параллельного фестиваля «Уралтера джаз». Фестиваль уже на 100% семейный. Фестиваль, на который приезжают семьями от мала до велика, да, и старым лад. Вот хотелось бы уточнить, детская программа какая-то предусмотрена? Вот, да, в этом году впервые рядом со стадионом, на котором проходит фестиваль «Уралтера джаз», есть замечательный городской сквер, который в этом году обновлен очень хорошо. В нем будет большая зона специально для того, чтобы дети могли с родителями отдохнуть от джаза, отдохнуть от земляники. Все самые разнообразные развлечения специально для детей. То есть все предусмотрено. Хочется уточнить, у вас ходят легенды о том, как вы договариваетесь с погодой. О том, что уже 6 лет, на протяжении 6 лет, несмотря на любые предсказания, прогнозы, звуки и сигналы шаманов, дожди обходят стороной именно тот момент, когда происходит фестиваль. Вы знаете, да, вот это какое-то маленькое чудо, и я не сомневаюсь, что высшие силы нам и в этом году это чудо предоставят. Мне кажется, что, может быть, это наивно, мне кажется, это просто потому, что очень много хороших людей одномоментно собирается на этом стадионе, и там звучит музыка, которую при всем желании нельзя назвать агрессивной, некомфортной. Это всегда музыка про позитив, музыка про радость, музыка про любовь. Может быть, поэтому природа всегда дает нам шанс сделать людям хорошо. Кто из хедлайнеров будет? Вот вы назвали буквально, насколько я понимаю, частичку только, да? Ну, вот, и, собственно, я хедлайнеров всех перечислил, потому что фестиваль идет только один день, и помимо большого блока екатеринбургских музыкантов, которые всегда традиционно принимают участие в нашем фестивале, в первую очередь, это, как я уже сказал, маэстро Данил Крамер, он два раза будет участвовать. Это Эвелена Протектори из Латвии, это российский король рок-н-ролла Денис Можуков, и это ансамбль «Русская банжа». И в этом году мы новую традицию затеваем, нам кажется, что она будет очень интересной, мы впервые создаем фестивальный оркестр, то есть, когда создается коллектив творческий специально под задачи фестиваля, и специально готовит программу для того, чтобы один из сетов сделать специально для слушателей. Мы называем его «Funk and Jazz Party», то есть, подчеркиваем тем самым танцевальную направленность фестиваля в целом. Давайте поговорим о посещении фестиваля, поговорим о том, сколько гостей в среднем принимает фестиваль, и как вы думаете, цифры, которые присутствуют, они могут увеличиваться, и от чего это зависит? Ну, год от года у нас посещаемость увеличивалась не так быстро, как нам хотелось бы, потому что все-таки вопросы логистики и проезда, они не всегда в нашу пользу играют. До четырех тысяч посетителей проходит через наш фестивальный стадион в течение целого дня. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы год от года людей становилось больше. От чего это зависит? Ну, зависит в первую очередь от программы, от информированности людей, ну и от, наверное, еще, знаете, от такой интересной вещи, как привычки людей, привычки слушателей посещать большие фестивальные мероприятия. Вот, мне кажется, Екатеринбург в этом смысле счастливый город, потому что такого количества фестивалей, как в Екатеринбурге, ну, ни в одном городе, наверное, в России, исключая Москву, может быть, и не бывает. Вот, и у людей вырабатывается привычка, вырабатывается вкус, то есть становится для каждого слушателя, для любителя музыки нормой, что не просто провести субботу, 3 августа в Екатеринбурге, в ближайшем кафе, а может быть, выбраться в город, который находится в 140 километрах от Екатеринбурга, и провести фактически этот день на природе. Я думаю, что это важнейший фактор, который играет на нас в том числе. Инфраструктура фестиваля, гостиницы, питание, как обстоят дела в этом случае? С питанием все хорошо, есть несколько кафе, которые расположены на главной торговой улице Камышлова, которая проходит рядом со стадионом. Впервые в этом году мы радуемся тому, что открылась гостиница, первая, в общем-то, полноценная гостиница в Камышлове. Это вот один из таких, наверное, результатов того, что каждый год проходит фестиваль. Потребность гостиницы есть, гостиница «Панорама», в которой мы размещаем наших артистов в этом году. Так что, конечно, не все жители, не все гости могут разместиться, но, собственно, у нас пока фестиваль и не планируется с предполагаемой ночевкой когда-нибудь в будущем, когда будет больше гостей, больше мест для размещения, мы будем проводить два дня. Ярослав, спасибо вам большое за то, что пришли в студию. Вам хорошего фестиваля. Мы надеемся, что увидимся там с вами. Подробно о предстоящем фестивале «Урал Терраджаз» мы поговорили с программным директором фестиваля Ярославом Сартаком. С вами был Максим Применко. Ну и смотрите главные новости Екатеринбурга и программу «Подробный разговор» ежедневно в 18.00 на канале 41. «Урал Терраджаз»